Добрый день, дорогие читатели! Сегодня мы с вами обратимся к рождественскому рассказу Василия Немировича Данченко «Собака». Василий Иванович – русский писатель, путешественник, журналист, старший брат Владимира Немировича Данченко, известного театрального деятеля. За свои 90 лет жизни Василий Иванович создал множество художественных и публицистических произведений, которые вошли в 60 томов собрания сочинений писателя. Рассказ Немировича Данченко «Собака» был создан в 1876 году. Действие в нем происходит в рождественскую ночь, во время которой всегда есть место для чуда. Что же за чудо произошло, сейчас мы узнаем. Итак, Василий Немирович, Данченко «Собака». Что это была за рождественская ночь? Пройдут еще десятки лет, тысячи лиц, встреч и впечатлений мелькнут мимо. Следа они оставят, а она все будет передо мной в лунном блеске, причудливой рамке балканских вершин, где, казалось, все мы были так близки к Богу и Его кротким звездам. Как теперь помню, лежали мы пластом. Усталь так морила, что не хотелось даже близко к костру подвинуться. Фельдфебель последним прилег. Ему пришлось указать места всей роте, проверить солдат, принять приказание от командира. Это был уже старый солдат, оставшийся на второй срок. Война подошла, стыдно ему показалось уходить от нее. Он принадлежал к тем, у кого под холодной внешностью бьется горячее сердце. Брови нависли сурово. И глаз не разберешь, а рассмотри их. Прямо к нему со своим горем самый ледящий солдатишка доверчиво пойдет. Добрые, добрые они и светились, и ласкали. Лег он, потянулся. Ну, слава богу, теперь для ради Рождества Христова и отдохнуть можно. К огню повернулся, трубку вынул, закурил. Теперь до рассвета покой. И вдруг мы вздрогнули оба. Близко-близко залаяла собака. Отчаянно, точно на помощь звала. Нам было не до нее. Мы старались не слышать. Но как это было сделать, когда лай становился все ближе и оглушительнее? Собака, очевидно, бежала по всей линии костров, не останавливаясь нигде. Нас уже прикрывало костром. У меня глаза слепались. И ни с того ни с сего я даже дома очутился за большим чайным столом. Должно быть, засыпать начал, как вдруг лай послышался у меня над самыми ушами. Ко мне подбежала. И вдруг прочь кинулась. И даже заворчала. Я так и понял, что не оправдал ее доверие. К фельдфейблю сунулась, к самой голове его. Тот поманил ее. Она ему мозолистую руку, холодным носом ткнулась и неожиданно завизжала и заскулила. Точно зажаловалась. Не спроста это, вырвалась у солдата. Пес умный. У него дело ко мне есть. Точно обрадовавшись, что ее поняли, собака выпустила шинель и радостно-радостно залаяла, а там опять за полу. Пойдемте. Пойдем скорее. Неужели вы пойдете? – спросил я у фельдфепеля. Значит, надо. Пес завсегда знает, что ему нужно. Эй, барсуков, пойдем на случай чего. Собака уже бежала впереди и только изредка оглядывалась. Должно быть, я долго спал, потому что последнее мгновение сознание в моей памяти как-то осталось. Луна нато мною на высоте. А когда от внезапного шума я поднялся, она уже была позади. И торжественная глубина неба вся искрилась звездами. Клади, клади осторожнее, – слышалось приказание фельдфепеля, – ближе к огню. Я подошел. На земле у костра лежал не то сверток, не то узел, напоминавший формою детское тело. Стали его распутывать, а фельдфепель рассказывал о том, что собака привела их на засыпанный склон горы. Там лежала замерзшая женщина. Она бережно держала у самой груди какое-то сокровище, с чем бедной беженке, как их тогда называли, всего тяжелее было расстаться или что она хотела во что бы то ни стало хотя бы ценой собственной жизни сохранить и отнять у смерти. Все с себя сняла несчастная, чтобы для другого существа сберечь последнюю искру жизни, последнее тепло. – Ребеночек? – толпились солдаты. – Ребеночки есть. Вот послал на Рождество Господь. Это, братцы, к счастью. Я дотронулся до его щек. Мягкие оказались, теплые. Глаза его блаженно закрылись из-под овчины на слов всей этой обстановки. Боевым кострам, морозной балканской ночи, ружьем, составленным в козлы, и тусклоблиставшими штыками дальнему, под сядками ущелья повторенному выстрелу. Перед нами покойная-покойная была детская личика, одной своей безминтежностью, а бессмысливавшая всю эту войну, все это истребление. Парсуков разжевал было сухарь с сахаром, оказавшимся в чем-то с опасным в солдатском кармане, но старый Фельдфебель остановил его. Внизу сестры милосердия. У них для ребеночка и молочка найдется. Дозвольте отлучиться, ваше высокоблагородие. Капитан дозволил и письмо даже написал, что рота берет находку на свое попечение. Собаке очень понравилось у огня. Она даже лапы вытянула и брюхом к небу обернулась. Но как только Фельдфебель тронулся с места, она, без сожаления, бросила костер, и ткнувшись мордой в руку Парсукова, со всех ног кинулась за ним. Старый солдат нес дитя под шинелью бережно. Я знал, какой страшный путь прошли мы, и с невольным ужасом думал о том, что его ожидало. Почти отвесные спуски, скользкие обленевшие скаты, тропки, едва державшиеся на ребрах утеса. Кудру он будет внизу, а там сдал ребенка и опять вверх, где рота уже построится и начнет свое утомительное движение в долину. Я заикнулся об этом Парсукову, но тот ответил. — А бог-то? — Что? — не понял я сразу. — А бог-то, говорю, мне что он попустит? И бог действительно помог старику. Но другой день он рассказывал. Точно крылья несли меня. Там, где одному было жуть днем, а тут в туман спустился, ничего не вижу, а ноги сами идут, и дитё ни разу не крикнуло. И сестры так обрадовались, скажи капитану, что мы его выходим и собаку приютим. Но собака поступила совсем не так, как ожидали сестры. Она осталась и в первые дни пристально следила, не спуская глаз с ребенка и с них, как будто хотела убедиться, хорошо ли будет ему и заслуживают ли они ее песьего доверия. А убедившись, что и без нее ребенку будет хорошо, собака покинула госпиталь и на одном из перевалов появилась перед нами. Поприветствовать сначала капитана, потом фельдфебеля и барсукова, она поместилась на правом фонге около фельдфебеля, и с тех пор это было ее неизменным местом. Солдаты ее полюбили и прозвали ротной арабкой, хотя с арабкой у нее не было никакого сходства. Она была покрыта светлой рыжей шерстью, а голова казалась совсем белой. Тем не менее, решив, что на мелочи обращать внимание не стоит, она стала и на имя арабки отзываться весьма охотно. Арабка так арабка, не все ли равно, лишь бы с хорошими людьми дело иметь. Благодаря этому чудесному псу было спасено много жизней. Она рыскала по всему полю после боев и громким отрывистым лаем обозначала тех, кому еще могла принести пользу нашей помощи. Она не останавливалась над мертвыми. Верный собачий инстинкт указывал ей, что вот тут, под напухшими комьями грязи, еще бьется сердце. Она живо оторвалась до раненого своими кривыми лапами и, подав голос, бежала к другим. — Тебе бы по-настоящему медаль следовала дать, — ласкали ее солдаты. — Но животным, даже самым благородным, дают, к сожалению, медали за породу, а не за подвиги милосердия. Мы ограничились только тем, что заказали ей ошейник с надписью «За ошибку» и «Хаскиой» верному товарищу. Много лет прошло с тех пор. Ехала я как-то по Задонскому приволью. Русский простор охватывал меня отовсюду своими ласковыми зеленями, могучим дыханием в неглядных дали, неуловимую нежностью, что живописным источником пробивается сквозь его видимое уныние. Сумей подслушать его, найти на песе его воскрешающей воды, и жива душа будет, и потемки рассеются, и сомнению места не останется, и сердце, как цветок, откроется теплу и свету, и зло пройдет, и добро останется во веки веков. Вечерело. Моемщик добрался наконец до села и остановился на постоялом дворе. Мне не сиделось тушный, полный насолевых мух в комнате, и я вышел на улицу. В тали крыльцо. На нем пес растянулся, дряхлый-дряхлый, куцый. Подошел. Господи! Старый товарищ! На ошейнике прочитал за ошибку и хаскиой. Арабка! Милая! Но она не узнала меня. Я в избу. Дет сидит на лавке. Мелюзга кругом шебаршит. Батюшка! Сергей Ефимович! Вы ли это? — крикнул я. Скинулся старый фельдфебель. Разом узнал. О чем мы говорили? Кому до этого дело? Наше нам дорого, и на весь свет кричать об этом даже стыдно по день. Арабку мы позвали, едва доползла, и у ног хозяина улеглась. Помирать нам с тобой пора, родный товарищ, — гладил ее старик. Довольно пожили на покое. Собака подымала на него угасавшие глаза, и повискивала. Параде! Ох, давно пора! Ну, а что с ребенком сталось? Известно. Приезжала, и дедушка радостно улыбнулся, отыскала меня старика. Здесь? Да, барыня совсем. И все у нее по-хорошему, меня приласкала, подарков навезла. Арабку в самую морду поцеловала. Просила ее у меня. У нас, говорит, хорить ее станут. Ну да нам-то не расстаться с ней. И она от тоски подохнет. А Арабка ее узнала? Ну где? Комочек ведь она была тогда, девчонка-то. Эх, брат Арабка, пора нам с тобою на вечное успокоение. Позже ли будет? А Арабка вздохнула. Вот такой замечательный трогательный рассказ мы с вами прочитали. В центральной городской библиотеке имени Ломоносова множество сборников святочных рассказов. Пожалуйста, приходите, читайте и получайте удовольствие. Спасибо большое за внимание. До новых встреч!